Ассаляму алейкум! Доброго времени суток, дорогие зрители канала Вкусно и Халяльно! Сегодня приготовим банановые оладьи. Очень быстрый рецепт, готовится в течение 10 минут. С вас лайк, ну а мы начинаем! Для приготовления нам понадобится 3 крупных яйца, спелый банан, 40 г рисовой муки, 15 г сахарной пудры, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и 1,5 г ванилина. Можно обойтись и без сахарной пудры, так как банан очень сладкий. А также можно обойтись и без ванилина. Очищаем банан от кожуры. Вариант приготовления этого блюда будет при помощи приспособлений, которые найдутся на любой кухне. Если у вас есть блендер либо миксер, то этот рецепт станет еще проще. Но без учета, конечно, того, что придется мыть этот блендер либо миксер. Для начала разминаем банан с помощью вилки в пюреобразное состояние. Если останутся комочки банана, то ничего страшного, это придаст больше пикантности. Возьмите банан с помощью вилки в пюреобразное состояние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В глубокую миску разбиваем яйца. Добавляем сахарную пудру. Добавляем сахарную пудру. Добавляем соль и ванилин. Далее добавляем разрыхлитель теста. Полученную массу добавляем банановое пюре и перемешиваем. Затем поэтапно добавляем рисовую муку и тщательно перемешиваем до однородного состояния. Однако, взбивая венчиком, небольшие комочки банана все равно останутся. Но так, кстати, еще вкуснее. Если взбивать миксером, то получится более однородная и воздушная масса. Так что экспериментируйте. И напишите в комментариях, какой вариант для вас подошел лучше. Интересно будет почитать. Раскаленную сковороду смазываем растительным маслом. Здесь я ускорять видео не буду, чтобы вы видели весь процесс. Оладьи готовятся очень быстро. Порционно выкладываем тесто на сковороду. Я делаю это ложкой. Размеры формы не имеют значения. Конечно, если вы не делаете это в декоративных целях, это первый вариант. Оладьи делаю маленькими. Жарим примерно по 15-20 секунд с каждой стороны на среднем огне. Еще раз повторюсь, они готовятся очень быстро. Будьте внимательны, чтобы оладьи не подгорели. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получаются вот такие воздушные пористые оладьи, похожие на бисквитные. Они очень сильно пахнут бананом. Подавать к столу можете по вашему вкусу на выбор. Мед, сметана, варенье или сгущенка. Напоминаю, так как канал новый, мы публикуем приготовление самых простых блюд. Далее, учитывая ваши пожелания, комментарии и мои оригинальные рецепты, будем выкладывать интересные, вкусные блюда. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, вкусно и халяльно. Если можно, максимально сделайте репост. Приятного вам аппетита!